Всем привет, мои хорошие! Мы сегодня с вами очень близко друг к другу, потому что вы должны увидеть вблизи вот эти корзинки с секретиком, как они правильно называются. Рецепт будет внизу. Мне кажется, это обалденная просто закуска для любого праздничного стола. Поэтому переходите, смотрите, как готовится фирменное блюдо моей мамочки, которое, кстати, ни разу не было на моем канале. Мама здесь приготовила и ножик тоже, но вы меня простите, я буду кушать прям так, как первобытный человек. Они немного остыли. Надо было кушать сразу. Это мясная котлета в форме корзинки. Сверху пюре, которое выдавлено как крем. Возможно, на обложке вы подумали, что это сладкий мукбанг, а нет. И внутри здесь сюрприз. То есть внутри каждой корзинки какая-то необычная начинка. Например, здесь горох. Очень вкусно. Мясная котлета такая сочная. Вот так вот живем, ребятки. В комментариях вы часто спрашиваете про Айсель. Когда видео с Айсель. Давай еще видео с Айсель. Видео с Айсель очень хорошо набирает. И по идее мне с ней выгодно постоянно снимать видосы. Но человек учится. Плюс еще снимается в сериале. То есть у нее очень плотный график. Тем более она уже сташе-классница. Ходит по учителям. Занимается. А поступление это самое главное. Я, понимаете, не могу дергать человека. Каждые 5 минут. Раз в 3-4 месяца, конечно, можно. Но постоянно я не могу ее отвлекать. Просто потому, что ей действительно нужно заниматься. Она вообще, мне кажется, огромная молодец. Потому что в ее возрасте добиться таких успехов. Это не фигня. Я элементарно смотрю. Любые мероприятия. Например, в школе ее зовут. Там как ведущая. Она молодец. Я помню, у нас в универе тоже были ребята такие активисты. То есть они были всегда за любой движ. Когда мы заканчивали универ, им дали почетные грамоты. Мне нифига не дали, потому что я была ленивая попа. Я никуда не ходила. На эти все мероприятия мне было неинтересно. То есть это было добровольно. Универ не заставлял тебя ни в коем случае ходить на все эти собрания, участвовать в жизни универа. Но потом те ребята, которые везде активно участвовали, им помогли найти работу. То есть универ сам способствовал тому, чтобы помочь им с работой. А в нынешнее время хорошую работу трудно найти. Поэтому мой вам совет. Если у вас все равно есть в свободное время, не ленитесь. Ходите на все эти мероприятия. Показывайте себя с лучшей стороны. Мне всегда брат говорит, там не знаю, прикол такой. Навстречу одноклассников двоечник Сережа приехал на своем, не знаю, Галенвагене. Кстати, у нас здесь в Азербайджане эту машину называют Галенваген, а в России Гиленваген. И когда я впервые при своем брате сказала Галенваген, он мне такой, ну даджушка. Короче. Такие вы дела, ребята. очень вкусно. Нежнейшее мясо. Картошечку. И внутри секретик. Опять горошек. В общем, я была такая ленивая попа, и в результате этого универ мне не помог. Хотя у нас, знаете, была такая штука, ярмарка работы, то есть универ, приводил 10-15 компаний, и все учащиеся, например, последнего курса, могли пройти собеседование прямо в универе. То есть все комнаты были забиты разными компаниями. Нефтяные всякие компании, там, не знаю, банки различные. И мы заходили в эти кабинеты учащиеся и проходили собеседования. Например, у каждого стола были свои требования. Например, знание трех языков, знание таких-то, таких-то программ. И ты сама уже потихоньку соображала, что по этим параметрам, например, я подхожу, а по этим нет. Мы подходили и общались с представителями HR-ом. Это было очень удобно. Это все организовал университет. И вот тогда меня взяли в Никойл Банк, то есть меня позвали на дальнейшее обсуждение деталей работы, и я уже все должна была устроиться туда. Конечно же, в этом мне помог мой универ. Вообще, мне было бы этой ярмарки и работы. Возможно, я бы не встретила представителей банка Никойл. И вот так вот. Но так получилось, к сожалению. Я прошла собеседование. мне сказали, что мы вам позвоним. Я такая, жду день, два, три. Неделя прошла, они не позвонили мне. Я подумала, ну что, после недели будут звонить. Наверное, я им не подошла. Купила билеты и улетела в Россию. А потом, оказывается, они мне на mail написали, что вы нам подходите, приходите. Я им сказал, что я улетела уже. На что они сказали, решите свои вопросы и в течение недели мы вас ждем. Так получилось, что мое путешествие продлилось больше недели. Они мне написали, что мы на ваше место уже вынуждены найти другого человека. леска залогий. То есть, но суть моих слов заключается в том, что если человек хочет в этой ярмарке работы, она называлась именно ярмарка работы, ты мог найти себе ну что угодно, вот что-нибудь да мог найти. Когда я рассказывала про Азербайджан и причины того, почему мы переехали в Азербайджан, я сказала, что здесь больше возможностей и это некоторым не понравилось, почему Саратов это хуже, чем Баку. Некоторые начали писать Россию, это держава. Азербайджан это небольшая страна. О чем ты говоришь, о каком развитии ты говоришь. Возможно, в каких-то вещах здесь не так развито, но в плане работы, здесь действительно есть работы, где зарплата намного выше, чем, конечно же, в любом Саратове, Самаре. Потому что здесь есть нефтяные компании. Кто не знает, Азербайджан является поставщиком нефти. И в этих компаниях очень хорошие зарплаты. эта возможность устроится на эти места. И в любом случае, ребят, столица есть столица. Взять, например, любой город Азербайджан и Баку. Естественно, Баку больше зарплаты, лучше условия. то есть я всегда предпочитаю выбирать работу именно с хорошей зарплатой. Вот, в общем, так. Поэтому вы не правы, если вы думаете, что в Азербайджане нет работы. строительный бизнес, нефтяной бизнес. В банках много не заработаешь. Годами нужно работать, чтобы получить хотя бы какую-то более-менее зарплату. Поэтому очень вкусно, но многоваза. горох нереально в тему. элементарно у нас была девочка. Она, получается, ну, была не очень обеспеченная, как мне рассказывали, да? и универ помог прямо устроиться в универе. Она работала тюдором. Вы знаете, да, кто такой тюдор? Это человек, который защищает права студентов. Точнее, человек, который представляет права студентов. Пока она училась в универе, она вот работала, правда, за небольшую зарплату, но получается так, она приходила утром, работала в первую смену, во вторую смену, например, училась. Когда у нее занятия были в первую смену, она работала во вторую. Мое удивление было, когда я пришла на собеседование в одной из строительных компаний, и она там была глава HR. То есть, я ее не видела года два, потому что на два курса она была выше меня, и за эти два года она уже работает в таком хорошем месте. Мне всегда нравилось работать в HR, но меня никогда не брали на эту должность, я не знаю почему. То есть, я всегда хотела работать в HR. Во-первых, потому что там девочки, во-вторых, ты напрямую не контактируешь с клиентами, а именно выбираешь работников. Возможно, я плохо разбираюсь в людях. Но я всегда подавала CV, и меня никогда не брали в HR. Хотя брали девочек таких же, как я. То есть, тоже русские, азербайджанские. С таким же опытом работают, только не меня. возможно, и хорошо это. Мне, наверное, просто не везло. Но всегда было желание. вот так вот вкусно. две штучки остались, ребята, я уже наелась. пироги. Вот такие вот пироги, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Пока!